Да, спасибо большое, Алина. А, подожди, нет, я же ничего не говорю. Как это выключить? Теперь нас выключить. Всех приветствую еще раз, друзья, и давайте мы перейдем, наверное, к насущным делам. Расскажем сейчас, и поделюсь я с вами, что у нас будет в ближайшее время, что уже есть. Смотрите, фактически тест вот этой общей системы бэкэнда уже завершается, потому что выявлено было очень много ошибок за эти дни. Практически все ошибки уходят, то есть их потихоньку убирают. Остались прям незначительные. Вот там, например, был сегодня баг один с партнером, он не мог купить почему-то на 5 BNB. И этот очень интересный момент, на 5 BNB не проходила транзакция, и далее спускались ниже до 1 BNB, и у него проходило только на 1 BNB. Так что если такая ошибочка будет у кого-то, то, соответственно, решение очень простое. Покупаем пакеты по одному BNB, и потом дальше, возможно, даже откроется 2. Об этом программисты уведомлены, и, соответственно, будут разбираться, что это за такая интересная ошибка. Произошла сегодня, по крайней мере. Далее. По транзакциям, которые были в период загрузки Binance, Binance Smart Chain имеется в виду, все эти списки, их не так много на самом деле, отправлены. Их обязательно продвинуты, их обязательно проведут. И просто нужно ожидать, друзья. Дальше. С завтрашнего дня или с послезавтрашнего мы запустим здесь, в этом чате, запустим, назовем так, службу поддержки, которая будет помогать как раз-таки разгребать определенные моменты, связанные с транзакциями. С транзакциями, именно с зависшими, которая зависает больше двух-трех дней, то, соответственно, будет алгоритм, механизм взаимодействия с поддержкой, с технической службой имеется в виду, самой поддержки с технической службой. И эти вопросы будут также в частном порядке решаться. Вот. Это вот сейчас мы проговорили и, в принципе, договорились о том, что это возможно. Но в перспективе, друзья, мы должны понимать, что это будет полностью вот эти все зависшие транзакции и какие-то еще моменты, там какие-то ошибки, они будут все отлажены и их практически не будет. Почему? Потому что над этим сейчас вот очень трудятся, довольно-таки активно трудятся разработчики, и они все решат все эти моменты, они все уйдут просто-напросто в небытие. Вот. На сегодняшний день, точнее завтра, я скажу вам, сколько примерно участников в системе. Это очень интересно. Я всегда за этой статистикой слежу. Ну, у нас примерно уже около тысячи русскоговорящих, около тысячи человек, и не только. От нас тоже пошли уже ветки в другие страны. И на сегодняшний день страны, это значит страны СНГ, Европа, Индия, Африка, США, Карибы, Латинская Америка, Азия в целом. И еще что-то не записал, не успел. Вот. Вот, собственно, что творит Нихау. И я, на самом-то деле, очень рад, что я сразу прислушался к данному проекту, что, собственно, и вам желаю, если кто-то еще не принял решение, потому что это, на самом-то деле, бомба, друзья. То есть, то, что, какие здесь возможности заложены, вы можете, кто, особенно новички, подключается, вы просто вникните, что это на сегодняшний день машина по такому большому приумножению ваших финансов, ваших активов. Ну, конкретно это в BNB, но это неважно, это, в принципе, уже, так называемый, ликвидный актив, и он в топ-3 капитализации рынка находится. Вот. Поэтому можно приумножать, и, как один из партнеров сказал, у нас не 5 видов здесь бонусов и доходов, а 6. Почему? Потому что актив BNB недооценен, и в ближайшее время я лично жду там в конце, в начале следующего года где-то примерно цену в 1200 долларов за, ну, USDT за BNB. Вот. Поэтому у нас 6 видов дохода, с чем вас всех поздравляю. И, друзья, наверное, сейчас перейдем к одному из интереснейших таких доходов, как шахлоплан, и будем его разбирать, потому что очень вопросов много возникает. У нас Елена разобралась в нем детально, и хотелось бы, чтобы вы тоже в нем разобрались, потому что это один из мотивационных, пассивных доходов, которые есть в системе. И он очень интересный на самом-то деле, потому что, когда мы только подключаемся, или подключается наш новичок, он сразу же получает, ну, практически, там, молниеносно, фактически, выплату с этого шахлоплана. Поэтому его хотелось разобрать, а я потом дальше перейду, наверное, к бинару, мы с вами разберем его, и я вам покажу доходность и бинара, чтобы у вас было общее представление, к чему мы стремимся. Вот, Леночка, я передаю тебе слово, включайся. Добрый вечер. У меня тут немножко глючит система, не пойму, периодически пропадает звук на динамике, не пойму, почему. Уже выходило несколько раз, заходило. Ну, надеюсь, меня слышно хотя бы. Да, все отлично, да. Да, все, ну, супер. Добрый вечер, коллеги. Значит, да, действительно, очень много вопросов приходит именно по шахлоплану, потому что это самое для нас неизведанное, как оказалось, для многих. И я хочу сейчас еще раз вернуться к этой теме, прокомментировать, как все это работает. Значит, первое, что мы должны выяснить себе, ребят, прямо на старте, это то, что шахлоплан не является никаким матричным маркетингом. Это ни в коем случае вообще не матрица. То есть это некая разновидность новая для нас линейного маркетинга, где начисление происходит линейно только не от, скажем, не только от лично приглашенных, да, в этом месте, а еще и от тех людей, кто находится с вами в некоем замкнутом пространстве. То есть той самой комнате, как мы ее называем, семиместной комнате, где есть семь стульев. Вот это замкнутое пространство, все, кто находится там, в этой комнате, мы имеем линейный доход со всех финансовых операций, которые проводим мы с вами и наши соседи по стульям, да. Есть мы, есть соседи. Вот есть комната, сидим мы и кто-то, и сидят соседи. Мы их можем знать, можем не знать, но от этого ничего не меняется. Значит, есть некая расстановка приоритетная по выплатам в этой замкнутой комнате. Значит, тот, кто сидит наверху, он имеет 10% от всех, скажем, транзакций, всех финансовых операций, которые производят он сам и его соседи. Тот, кто сидит на втором и на третьем ряду, то есть остальные шесть стульев, имеют по 5%. Давайте вот просто разберем. Например, ну предположим, что Максим сидит на верхнем месте, на верхнем стульчике. Под ним сижу я, и еще, например, сидит Виктор. И у нас 4 свободных стула внизу, ну вот под нами, да, все матрицу, вернее, эту комнату, да, сама вот еще никак не отучусь. Вот эту комнату представляем. 4 вот этих свободных стула. И вот Максим, например, осуществил операцию реинвеста. То есть он поставил деньги на вывод, у него там что-то упало, и, соответственно, при выводе у него на его депозит лег реинвест. Энная сумма. Значит, что в этот момент происходит? Именно в этот момент происходит. У Максима получает 10% от того, что он сделал. Вы наверняка замечали, что когда вы сотворяете реинвест, сами выводите, и когда вывод приходит, да, реинвест ложится, вы опять видите какие-то деньги у себя в кабинетах. Вот эти деньги приходят именно отсюда. То есть кто сидит на верхнем месте, Максим получает 10% от своего реинвеста. Я и Виктор, сидящие в плечах, да, так называемых, мы получаем по 5% от того, что сделал реинвест Максим. Точно так же я делаю реинвест, Максим получает 10% суммы, которая вошла на мой тотал депозит, новой суммы вот этой, Виктор получает 5%, я получаю 5%. То же самое и Виктор. То есть, и это все происходит в моменте, не на какое-то якобы накопление, которое когда-либо потом придет, когда вы покинете эту комнату. Потому что очень часто этот вопрос звучит, я ушел из комнаты, пришел туда, то есть вылетел из матрицы, пришел в другую, а мне ничего не начислили, я это проследил. Правильно. А откуда там что будет начислено, когда вам начисляется вот эта сумма, которую вы видите там в этих комнатах у себя под своими или на пустых местах, по своими кошельками на пустых стульчиках, это то, что уже получили те, кто находятся там, вы и ваши соседи, и получат те, кто сядут на пустые стулья. То есть мы делаем задел для тех, кто зайдет и станет вашими новыми соседями. Вот все дружно. То есть это некая круговая порука, круговая порука, которая создает нам еще один вид пассивного дохода. Теперь смотрите, очень распространенный вопрос. Кто попадает в эту комнату и откуда? Кто может попасть туда, в комнату, сесть на свободные стулья? Значит, никаких переливов здесь нет. Потому что это не матрица, а линейный маркетинг. И здесь перелиться сверху ничего ниоткуда не может. Значит, за вами в комнату может зайти, сесть на свободный стул любой из приглашенных, вот свеженьких, да? Вот пока вы там находитесь, в этой комнате. Например, Максим пригласил в проект человека, он зашел, заплатил. Все, он встал на свободное место, крайнее левое свободное место. Это время, ну то есть и заплатил, например, он зашел на один BNB. В это время Максим получит 10% от депозита этого новичка, то есть 0,1 BNB. И я и Виктор, мы получим по 0,05 BNB. То есть мы получим тоже премию за то, что Максим привел человека. Я могу, значит, привести тоже какого-то человека в проект, то есть я подписываю человека, например, тоже на один BNB он заходит. Я получаю 5%, то есть несмотря на то, что, да, это мой лично приглашенный, но я нахожусь на втором ряду. Я получаю 5% от депозита новичка моего. Максим получит 10% и Виктор получит тоже 5%. Вот еще, смотрите, какой интересный момент. А вот у нас еще есть два свободных места. Пока мы там инвестировались, пока мы заводили новичков, у нас на этих свободных местах накопились некоторые денежки. И вот, например, я, поскольку в проекте работаю уже 11 дней, у меня есть уже некоторое количество лично приглашенных людей. И они также находятся в своих комнатах. Они также оттуда вылетают, когда заполняются, да, они переходят в другие комнаты. И вот есть здесь один очень интересный момент, что после того, как мы побываем наверху в комнате, мы в следующую комнату попадаем к своему спонсору. Так вот, вот эти свободные места, которые есть в нашей комнате, может занять мой старичок, да, мой старый партнер, потому что он вылетел из своей комнаты и пришел ко мне. Так вот, когда он займет эту комнату, то есть этот стул в моей комнате, он также получит ту выплату, которая ему причитается, ну, ему или любому новичку, то есть тому человеку, кто сядет на этот стул. Вот почему иногда при переходе в другую комнату мы получаем деньги, а иногда нет. Почему нет? Потому что если вы попали вслед за своим спонсором или вылетели, да, вот, и мы, допустим, те, кто там уже находится в комнате, только туда зашли, не успели ни реинвестироваться, никого позвать. То есть там все по нулям. Циферки нулевые стоят. Значит, и когда к нам залетают люди, будь то новички, то у них нету подготовленного пустой стул. Естественно, что если в такую нулевую матрицу встает новичок, первый там слева внизу, новичок, он получит 5% со своего пакета и, естественно, он еще получит по оплайн-бонусу, то есть по первому виду бонуса, который падает ему с 10 вышестоящих. Но, допустим, по, у него, вот вы видите, да, цифры разные всегда. У кого-то небольшая цифра на входе, да, на старте, которую сразу можно вывести, а у кого-то прям большая. Это все зависит от того, куда человек, в чью комнату попадет и чего там ему подготовили, припасли те люди, его соседи, скажем так, да, те, кто ждут его и позаботились о новичке. Вот. Это в целом, значит, вот так это выглядит. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это не матрица, это линейный вид маркетинга в некой замкнутой системе, которую мы ошибочно поначалу приняли за матрицу и начали ее так называть, потому что там было раздвоение. Мы, когда еще до конца не поняли, как это работает, называли ее матрицей, чем внесли некоторый диссонанс ваше, значит, восприятие этого вида маркетинга нашего. Поэтому мы это быстренько забываем, что это матрица, помним, что это линейка, в которой мы получаем доход от себя и тех соседей, с которыми мы находимся в этой комнате. Вот это надо, как вот прям таблицу у нас запомнить и все. И дальше все вам будет просто. Ну вот вроде так. Надеюсь, я понятно объяснила. Да. И еще не забываем про капитализацию этой комнаты, друзья. Она формируется за счет того и очень интересным образом. Вот сегодня делали регистрацию и прям проверяли, получается. Вот я как раз сошлюсь опять на ту регистрацию, где мы не могли на 5 BNB завести сразу. Получалось, в какой момент, что по одному BNB он докупал, по одному BNB докупал. И вот эта капитализация, где внизу под каждым местом, под нашим кошелечке написано, она всегда растет. То есть она растет и увеличивается, прям реально увеличивается. И это заметно. Вы можете прям посмотреть. И еще важный момент, что больше всех получает тот человек, который находится, закрывает этот вот, закрывает эту комнату. То есть седьмой человек по счету. Он на нему может прилететь очень хороший куш, если в этой комнате общая капитализация будет больше. Вот этот момент тоже интересный. Да. И вот тут, ребята, тоже вот спасибо, Максим. Ты сейчас про капитализацию сказал. И я вспомнила то, что я забыла сказать. А некоторые партнеры у нас как бы жалуются о том, что вы говорите здесь пассивно, а мне ничего не прилетает. Просто гипотетически представим себе ситуацию, уже понимая, что это линейный маркетинг в замкнутом пространстве. Говорят, что нам ничего не прилетает, пассивного ничего. А представьте, что в этой комнате сидят совершенно три пассивщика, над которым пассивщики и пассивщиками погоняют. И пассивные инвесторы сидят в этой комнате, никто никаких движений не делает по приглашению людей. Естественно, капитализации в этом месте не происходит. Там ничего не происходит. Поэтому там очень медленно-медленно собираются какие-то мелкие реинвесты, когда вот этим людям только сверху сипятся от 10 вышестоящих, которые тоже собирают, соответственно, свои 0,05 по нескольку дней, чтобы их потом реинвестнуть. И тогда вы увидите там еще какие-то начисленные копейки. Только в этом проблема, а не в том, что эта система как-то не так работает и не в том, что вас обманули, а просто получается, что, ну, в общем, собрались все пассивные. Поэтому здесь надо расшатываться как-то, ну, значит, самому. То есть если вы видите такая ситуация, она вам не нравится, ну, значит, думаю, что надо сделать некоторые выводы и пошевелиться немножко, пригласив проект еще кого-то, чтобы у вас вылетели из этого замкнутого круга. Вот так. Да, спасибо, Лен. Давайте вопросы по вопросам пробежимся. Да, давайте вот эти прям по этому виду бонусов сейчас вопросы, чтобы мы к этому уже не возвращались и перейдем уже в бинару. Да, ручку прям поднимайте и вам включат микрофончик. Я не думаю, что вопросов нет. Вот, сейчас, сейчас, Нина. Пожалуйста, говорите. Я вот немножко все-таки не поняла по поводу комнаты. Как это посмотреть и как в этом изобраться? Послушать, послушала, а про комнату не поняла. А что именно, вы не поняли, Нина? А где вот именно в кабинете посмотреть эту комнату? Как это выглядит она? Шафл-бонус, мы о нем говорим. Вы новичок, да? Вы только, наверное, пришли. Ну, да-да-да. Это шафл-бонус, который наверху в кабинете, прям у него отдельное окно. Все хорошо, залезаю, посмотрю. Спасибо. Спасибо. Так, еще есть руки. Так. Максим, ты включаешь, да? Да, давай, я буду включать. Сейчас. Ага. Елена. Вам слово. Елена, микрофончик. Елена Мамута. Ага. Добрый вечер. Включила. В общем, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще у нас начисления идут, ну вот как бы вот через 12 часов, правильно? По бинару. По бинару. По бинару, да. А все остальное в моменте. Пулы раз 24, бинар раз 12, а вот эти все вот бонус-аплайн, который с высшестоящих, бонус, вот этот шафл-бонус, он идет в моменте. Как кто-то поставил на вывод, так в моменте все и происходит, правильно, да? Ну все, спасибо огромное. Пожалуйста. Так, сейчас следующий, Артур. Артур. Разрешаю говорить. Артур. Артур. Включайте микрофончик, Артур. Вот. Слышно, да, сейчас? Да. У меня вот как раз вопрос по шафл-бонусу. Туда, как мы называем матрица, да? Ну это линейка какая-то получается. Вот у меня вопрос. Туда люди залетают, вообще попадают таким образом, когда мы кого-то регистрируем, либо еще это может переходить вообще с матрица где-нибудь закрылась, и человек, допустим, вышел и может попасть в мою систему, да? Я вот так и сказала, да, смотрите, Артур. Значит, либо один из новичков всех, кто сидит с вами в этой комнате, ваш или ваших соседей, либо тот, кто является старыми личниками, они закрыли свою матрицу и переместились за вами, но только либо это ваши личники, либо ваших соседей. Либо от вышестоящих? Нет. Нет, да? Если вышестоящий с вами в комнате находится, то да, а если его с вами в комнате нет, там не появится человека вышестоящего. Он за вами, смотрите, все личники заходят потом, покидая свою комнату с верхней позиции, заходят только за своим спонсором и к нему в комнату. Если вашего вышестоящего в вашей комнате нет, его человек не поднимется в вашу комнату. И следом еще один вопрос. Распределение в этой комнате идет от общего оборота, получается, BNB. Там может быть и 5 BNB, и 2 BNB, там 3 BNB, 05 BNB. И вот эта суммарная сумма распределяется, получается, на 10% на верхнего и 5% на каждого. Да. Например, кто-то зашел на 5 BNB, и эти 5 BNB взялось эти 40% и все и разделилось. Две части вверх не получил, и по части все остальные. Ну, как бы 10%. Очень сладко. Да, и плюс реинвесты все. А, еще и плюс реинвесты все. Конечно. То есть реинвесты тех людей, которые еще там находятся с вами по соседству. Вот за счет чего и растут эти вот циферки, да, самокапитализации на пустых стульях. Вы же видите, она увеличивается. Она за счет чего увеличивается? Именно из-за этого она увеличивается. И ваша сумма увеличивается, потому что у вас показано, сколько вы уже получили за все эти моменты. А на пустых показывают, сколько получит человек, который туда сядет. Слушайте, ну это вообще очень вкусно. Да, и это очень интересный вид маркетинга. Я вот, например, с таким раньше не сталкивалась. Он для меня новый. Для меня тоже. Ладно, все, спасибо. У меня пока вопросов нет. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Артур. Да, ну на самом-то деле много чего нового. Вообще сама система по себе новая. Такая с ног на голову, да. Так, следующий вопрос. Генератор BNB. Прикольно. Генератор BNB. Да, очень хочется услышать. Генератор. Да, приветствую. Слышно меня? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Смотрите, такой вопрос, Елена, вот вдогонку по шафлу. Вот на примере. Я сидел наверху, а у меня было 0,45. Я как раз вот спрашивал в чате. Да, я сижу, жду, пока мне последнее место осталось. Я сижу, жду, пока последний зайдет. И я думаю, получу 0,45. А потом пишу, мне ничего не пришло. И вы здесь прояснили как раз этот момент, что это уже как бы забранные, получается, деньги. Правильно? Да, да, да. Правильно, абсолютно. Все, вот только этот момент как бы... Не забранные они только у тех, кто не занял эти суммы. Кто еще не пришел, да. Кто еще не пришел. Да, да. И вот за счет этого у новичков как раз подогревающий бонус стартовый. Вот этот, оп, он пришел, сел хорошо. Вот кто хорошо садится сразу 0,25, 0,45. Мы же видим такие, 0,56 было. Вообще вот сразу отбивают иногда вход прям. Все, спасибо. Пожалуйста. Дэн, включайте, пожалуйста, микрофончик. Дэн, микрофончик. Добрый вечер. Добрый. Меня слышно? Просто я за рулем. Да, да, да. У меня как бы вопросов нет. Тут все очень четко. Просто такое вот замечание. Очень интересный был переход, когда, скажем, человек попал на последнее место. Он там получил 1,015 с копейками, плюс от спонсора, конечно, упало. И тут же, переходя на следующую матрицу, он попал опять на седьмое место. И получил второй раз. Сейчас стоит на первом месте. Вот такое наблюдение, просто интересный момент. Это вообще бонус. Он получил больше, чем он вложил сразу. И он меня спрашивает, как это может быть. Говорю, ты просто родился в правильном месте, в правильное время. Да, это прям отличный, отличный момент. К сожалению, мы не можем даже его прояснить скринами, потому что он в моменте. Это нереально. Он в моменте. Все правильно. Он в моменте. Все это было. То есть, я, допустим, вот тут такой момент, ребята, вот тут спрашивают, вот, вот, попадаю, ничего там нету, все нули. Так, ну, знаете, вот представьте, что вы попали, как бы, в клетку с львами, и вам надо выйти, вам что-то надо делать в этой жизни. Попали, и если там нули, значит, вы сидите и приглашаете. Не надо ничего думать. Пассивчик, активчик, меняйте мировоззрение. Здесь зарабатывают все и очень много. Просто я вот в этом плане, как бы, говорю, вопросов здесь нету. Спонсоры и все вверху, кто ведет вообще вот этот проект, очень досконально доносят нам информацию. Всего лишь надо немножко понаблюдать, почитать, посмотреть. Тут все очень четко. Редко бывает в интернете вот настолько разжеванная информация. Вот за это я вам спасибо. Ой, целую ваши мысли, Дэн. Спасибо вам большое за такой хороший комментарий. Спасибо, это реально очень крутой проект. Очень крутой. Спасибо за вопрос, вернее, за пояснение. Благодарю. Юлия, Юлия Даргин. Юлия. Всем здравствуйте, Лен. Я хотела уточнить где-то вот этот вот, вот этот момент посмотреть как-то в картинках можно. То есть на слух не очень хорошо воспринимается. Ну, вернее, хорошо воспринимается. Текст есть у меня, Юль? Есть текст. Но текст, он тоже без картинки. Я не знаю, ребят, вот смотрите. Вот сейчас, может быть, среди нас всех вот тут есть люди, которые умеют рисовать эти слайды. Я вот готова поработать. Ну, то есть приглашаю в творческую группу, давайте мы создадим новые презентационные слайды, в которых будет четко все объясняться. И новый бинар, и вот этот вот шаппл-бонус. И все мы с вами сделаем красиво. Потому что, ну да, я сказать могу, а как это нарисовать, я не умею. Вот просто. Мне нужна помощь. Я добавлю, на самом-то деле какая-то общая концепция вот этого шапплана есть, презентации, друзья. В презентации, да, вот в этой группе есть презентации, посмотрите, там просто шаппл-план. Это раз. Второй момент. Есть видео большое, двухчасовое. Его нужно всем обязательно посмотреть. Где Даниэль, это наш вышестоящий спонсор, рассказывает. Но уже теперь уже понимая, понимая общую концепцию, то, что мы сейчас выяснили для себя, да, и то, взвешивая, у вас все пазлы соединятся, все сложится. Хорошо? Ну, да, наверное, надо сначала посмотреть, потому что, ну, мне нужно, например, начать не упомянуть. О том, что они посмотрели или послушали либо АМУ предыдущую, либо хотя бы презентацию, либо просто почитали слайды, там посмотреть их немного вообще, там, 5-10 страниц, что ли. Господи. То есть это просто нам всем облегчит работу и, соответственно, увеличит скорость развития и вашей команды. Пожалуйста, не бросайте своих личников. Добро? Спасибо. Следующая. Татьяна. Танечка, микрофончик, нажимайте, пожалуйста. Да-да-да, Татьяна Алексеева. Да, хорошо. Пока включается, тогда, значит, Жанар. Жанар. Елена. Еленочка Христофоровна, включайся. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Сначала, скажем, бомба. Да, ракета, бомба, петарда. Ну, за 11 дней в проекте, ну, свои деньги уже оправдала и удвоила их. То есть очень довольна, такой пушки еще никогда не видела. Ну, вот, спасибо большое, что познакомились с таким инструментом. Вот, вопрос к Лене Языковой. Леночка, подскажите, пожалуйста, еще раз вот хочу уточнить такой момент. То есть те, кто находится в комнате, да, допустим, верхние три стула занимают. И на нижние могут прийти новые люди, да, то есть которые вот один из этих трех человек приглашает. И либо какие-то старички условно, да, но это личники либо тех, кто в этой комнате находится, либо личники спонсора, правильно? Нет, частично правильно, либо личники тех, кто находится в этой комнате, либо, значит, новые, либо личники новых, ну, то есть кто зашел и сразу завел. Бывает по два аккаунта, по три, но никак не спонсора, если спонсора нет в этой комнате. А, все, я поняла. Я поняла, а то у меня просто был как раз случай, да, у меня просто был случай, что ко мне в матрицу пришел личник моего человека, хотя у меня его в комнате не было, поэтому я и удивилась. Я сначала подумала, что это типа перелива какого-то, вот, то есть его личники тоже могут заходить ко мне в комнату. Каких-то моих партнеров, моих личников, личники моих личников. Если кто-то из них есть где-то в комнате все-таки. А его не было, не было. Вот у меня Артур позвал девушку, вот, Артура у меня не было в матрице, а его личница, вот, девочка Марина, она попала ко мне в матрицу. Я поэтому подумала, что какие-то переливы все-таки, ну, то есть интересная какая-то схема. Так, значит, сейчас эта история начнет играть новыми красками. Лен, там много, на самом деле, вот этих историй, которые неучтенные. Ты в прошлый раз говорила, это уже Ольга, ты в прошлый раз говорила о том, что вот слева направо, особенно если ты в третьей позиции, вот, третий этаж снизу, да? Вот, и слева ты находишься, вот самый первый стул, да, слева направо же он распределяется. И что здесь вот я не могу, вот слева направо, как бы я в третьей позиции нахожусь, не могу повлиять на эти столы. А на самом деле я пригласила двух людей, и я повлияла на эти столы. То есть это не только те, которые... Правильно, как, я не говорила, что ты не можешь повлиять. Нет, 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 нет. Любой, кто там находится, может повлиять на все эти места, которые там есть, свободные. И смотри, и так же было, и так же было. Вот в этой же матрице, где вот я повлияла на следующие два стола, и четвертый стул у меня занял личник моей Алены, вот как раз таки Христофоровой, но ее в матрице в этот момент не было. Это вот точно так же, как у нее с Артуром сейчас получилось. Вот Артур до этого задавал вопрос, и вот у нас получилось то же самое. И мы такие, я такая, о, вот твоя девочка стала, а она в другой матрице. Да, то есть меня у нее не было, а к ней прилетел мой человек. Кто-то, и у меня так же было, мне... Да, то есть вот этот момент надо было изучать. Значит, будем на практике и этот момент рассматривать. Да, спасибо большое, Лен, спасибо. Это очень интересно. Я видела, что параллельные ветки друг подружки у меня стояли. Вот это я видела, что с одной ветки человек у меня вообще... И под ним стоял мой человек с другой ветки. Вот это я видела. А вот то, что... Да, залетали люди, моих людей. А, нет, такое бывает, да, 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 да. Слушай, да, потому что, видишь, мы же здесь рядом, и у меня еще есть, ну, такая привычка. Я записываю последние циферки людей, которые заходят. Вот ее, своих там, допустим, я уже... Кошельки, да, вот, ну, циферки кошельков. Вот, и поэтому мы уже можем видеть, кто под кем что. Я такая, о, она не успела там зарегистрировать, вот твоя девочка встала и закрыла. То есть четвертый, седьмой человек на столе была вот ее девочка. Только, знаете, вот тут мне, тут вопрос возникает. А как такое возможно, вот если, допустим, Лена сидит совершенно в другой комнате, она регистрирует личника, как личник попал к вам? Слушай, ну, может быть... Я не знаю, это... В ее комнату. Вот, и как это случилось? Может быть, это произошло вот так... Ну, либо, может быть, у нее комната закрылась, может быть, у нее комната закрылась одновременно. Да, да. Вот только, наверное, в этом случае. Только в этом, наверное, в случае. Да, потому что человек все равно встает за своим спонсором, вы же это видели. Вы когда регистрируете человека, он встает к вам. Да, да. А если вдруг она не успела зарегистрировать, и этот человек оказался у вас, значит, там произошло моментальное, моментальный переход при закрытии. Наверное. Потому что, по идее, если бы у нее был свободный стул в ее матрице, если она была в другой матрице, то этот человек бы занял бы сразу в той матрице, ну, в той комнате. Ну, давайте будем наблюдать. Ну, поизучаем, да, понаблюдаем. Это для нас новый такой маркетинг, вот этот вот. И будем наблюдать тогда. В любом случае, он очень красиво себя раскрывает. Нам очень нравится вообще вот, как это работает. Спасибо, Лен. Спасибо, Лен. Спасибо, Оля. Ребятки, смотрите. Мы сейчас, вот здесь вот, я смотрю, у нас те же самые ребятки, Артур опять руку тянет, Дэн, ну, вот и появились еще Керимов Андрей. Я не знаю, это все по этим комнаткам, по шахлам? Ну, давай еще, потому что у нас, походу, сегодня шахлу будет все посвящено. Это самая сложная штука. Есть вопросы еще написанные в Google Doc, но я бы хотел бы тоже их осветить. Давайте. Да, конечно, я не против. Ну, вот просто, видишь, ребята руки тянут, что делать будем? Да, Артур, давай потом разберемся уже, хорошо? Квадир, а вот... Давай, Андрей Керимов, давай, дадим, кто еще, не спрошу. Давай. Андрей, тебе слово. Да, ребят, всем приветствуем. Смотрите, я сейчас запишу видеоролик, да, по поводу комнаты. Вот я просто скажу слова, да, может поймете. Погромче, Андрей, погромче. Я сейчас... Да, слышно? Да. Да, я говорю, я сейчас запишу видеоролик, он почти готов у меня, по поводу комнаты, да, чтобы для всех было понятно. Я сейчас просто стараюсь так сказать, не знаю, кто поймет, не поймет, но я скоро ролик выпишу. Вот смотрите, когда я пришел, я встал с самого низа, и нужно было три человека позвать. В этой комнате кто находится, то есть заполняются все, кто в этой комнате находится. То есть я, там еще кто-то стоит, не важно, мой спонтан, не важно кто. Вот мы закрываем эту комнату. Как только закрыли, комната подлилась, и я стал на второй уровень. Получается, потом уже четыре человека нужно поставить. Я поставил четыре человека, у меня опять закрылась, я стал опять выше. То есть понимаете, да, то есть постепенно, постепенно вы снизу впервые поднимаетесь. Ну, тут ничего сложного вообще нету. Просто, это как вы правильно сказали, я вам нарисовать. Я сегодня, я завтра постараюсь выложить видеоролик, который я записал. Хотя, ему для всех будет понятно будет. Да, супер. Да, спасибо, спасибо. Очень полезны ролики, когда ребятки делают, очень круто. Да, да. Амиго. Амиго вам слово. Алло. Хорошо. Да. Алло, алло. Всем привет. Да, мне как говорите, пожалуйста. Всем привет, привет. Спасибо за объект. Вот это вот прямо удивляет и радует. Спасибо. Я хотел задать вопрос на не шафл, а другой. Я просто, как вы говорили, регулировать надо лево-право, лево-право. Но у меня сейчас растет только правая рука, ну, правая нога получается. А на левом только один человек. Хотел уточнить. А мы сейчас перейдем в бинар, я буду показывать демонстрацию экрана и будем как раз об этом говорить. Хорошо? Так, да, спасибо. Давайте, дальше. Так. Ренат, да, смотри, Ренат. Да, Ренат, вам слово. Ренал. А, Ренал, да, прошу прощения. Ренал, точно. Вот как мозг работает, да, шаблоном. Хорошо, все. Ну, Ярд еще. А, Наталья еще. Да. Наталья, вам слово. Наталья. Да что ж такое. Я, я... Можно говорить, да? Да, Наталья. Всем огромное спасибо, во-первых, Макс и всем вышестоящим спонсорам огромное спасибо за такой потрясающий проект. Просто Эврика. Лена, следует твоей логике, значит, вот этот золотой треугольник, только если вдруг так случится, но так звезды сложатся, если этот треугольник никого не приглашает, то все, ребята ждут, как говорится, еврейской Пасхи. Правильно? Какой золотой треугольник? Золотой треугольник, это... Ну, не золотой треугольник, а вот первое место и два нижних, но я как треугольник это вижу. То есть должны именно приглашать только эти трое, три партнера, правильно? Это если в комнате сидят, мы просто, чтобы с бинаром путаницы не было. Нет, нет, не с бинаром, не с бинаром. Это чисто, ну, вот, пойти шагом. Если в этой комнате троица сидит и никто никого не приглашает, и если у них до этого не было приглашенных, которые могут за ними залететь, ну, то есть, если они вообще никогда никого не позвали, никогда никого, они могут сидеть там до победы. Все, спасибо. Ну, это вот надо... Все, спасибо, поняла, да, все, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, и Яр, да, у нас еще, по-моему, лежит. Да, да. Меня слышно, всем добрый вечер. Добрый вечер. Да. Я прошу прощения, не с самого начала подключился, поэтому вопрос, который я задам, будет дублем. У меня вопрос в следующий характер. Я так понимаю, что, ну, я всего два дня в проекте, и не все еще знаю. Я так понимаю, что все, все средства распределяются по смарт-контракту, то есть, ну, все запрограммировано, да, это первое. Второе, я не знаю, может быть, кто-то из вас уже разбирается в смарт-контрактах и вообще разбирал этот смарт-контракт, насколько его можно, знаете, в какой-то момент, ну, переписать. Максим, давай, наверное, по твою душу вопрос. Да, конечно. Смарт-контракт вообще никакой не переписывается, он создается заново. Вот. На сегодняшний день, получается, тот смарт, который есть, он участвует в определенных регистрационных действиях и в распределительных действиях. Это первый момент. Второй момент. Сейчас идет бета-версия именно самого бэкэнда, то есть, сайта. В нем просчитывается и то, и просчитывается, и как раз-таки выявляются те ошибки, которые возможны при написании смарт-контракта, а их только в боевых условиях можно пройти, потому что слишком много вводных данных, а это именно API разные, разные страны, плюс нагрузка на сети. И распределение доходов, например, вышестоящих лидеров, точно ли они рассчитываются или не точно рассчитываются. И уже ближется к завершению бета-тестирования, об этом у нас будет уведомление, естественно, от разработчиков. И, соответственно, как мы это предполагаем, как это будет выглядеть, это будет бэкап сайта с написанием смарта и переноса туда всех данных. Вот так это будет выглядеть, где будет прописан полностью весь смарт-контракт. То есть вы можете зайти, например, nihaubnb.com, nihaubnb.com. Там был предыдущий смарт-контракт, он был немножко усеченный, там в нем прописаны тоже как раз маркетинговые инструменты, ряд маркетинговых инструментов. И были выявлены определенные ошибки, недочеты по расчету маркетинга. И, соответственно, ребята выбрали другой немножко путь и правильно сделали на самом деле. Кто здесь понимает, как это работает, вообще программирование, да, или написание смарт-контракта, то они, наверное, скорее всего, тоже поддержали бы такой вариант и развитие событий. Вот, то есть сейчас тест пройдет, все баги я вижу прям, и мы все, кто уже в системе, например, там 11 дней, мы все в 11 дней здесь. Мы видим, что было там 4-5 дней назад вообще, вот, и то, что сейчас, это прям небо и земля. Во-первых, все шустрее стало работать, те же самые детали, они стали прорабатываться нормально, не подвисают уже там пару дней. До этого было прям, ну, когда с ними вели работу над ними, то, да, там были и детали недоступны, и они были где-то доступны, где-то недоступны, например, в веб-версии там сайта, да, то есть были недоступны, а в кошельке были доступны и наоборот. И то есть вот эти все моменты, все причесываются, и видно прям, что админы и программисты работают, и прям, я прям снимаю шляпу, и сегодня так я сказал, говорю, ребята, мы прям молодцы. Вот, и поэтому вы должны это просто понимать и знать, если есть люди, которые читают смартфон, вы можете им сбросить, здесь в чате у нас есть переписка с ними, там старый смарт-контракт, или просто стоять на сайт nihaubnb.com, посмотреть, как тот смарт-контракт был написан, да, можно там найти какие-то ошибочки, и там было, кстати, всего лишь несколько видов дохода, не пять, как здесь, там, я не могу спадать точно, был ли там бинар или матрица, вот это стопоплан, или наоборот, и я вот не могу сказать точно, не буду врать, вот, поэтому так это работает, и мы сейчас находимся вот в такой вот, в таком положении дел, и лично меня они радуют, я потому что вижу, что ребята делают, и они делают все профессионально, и, ну вот, собственно, все, наверное, так, что мы сделали. Окей, прикольно, спасибо. Еще короткий вопрос, я правильно понимаю, что здесь нет такого, что собирается какой-то пул в одном месте, из которого раскидывается, соответственно, выплаты всем остальным участникам, или здесь собирается пул на одном адресе, а потом раскидывается все это участник, как это происходит? Немножко по-другому работает система, вот вы можете зайти в смарт-контракт и увидеть там незначительное количество BNB, вот это незначительное количество BNB, это как раз-таки шаффл, это как раз-таки вот эти два варианта бонуса. Не шаффл, Максим, шаффл сразу, не шаффл, это два пула, два пула, и бинар, и бинар, и бинар, да, да, вот они там находятся и капитализируются, почему, потому что выплаты производятся, у нас бинар каждый 12 часов, а вот эти пуловые выплаты, они производятся каждые 24 часа, из-за этого на смарте вы можете увидеть там какое-то количество BNB, который потом разгоняется по запросу юзера, который получает эти выплаты. Понял, окей, спасибо. Максим, можно я тут как раз прокомментирую этот вопрос у многих, и сейчас здесь есть ребята, которые свеженькие, и только начинают работать со структурами. Вот смотрите, два момента, которые беспокоят любого человека, да, что нам не двигают. У нас есть две мотивационные составляющие, которые вообще двигают нашу жизнь. Это уход от боли, то есть преодоление, ну, какие-то страхи и так далее, уход от боли и стремление к удовольствиям. Больше человеком не двигает ничего. Поэтому мы должны понимать, что мы закрываем всегда две позиции. Мы говорим о страхах, то есть о чем люди боятся потерять деньги, и показываем им большие деньги, да, то, что действительно в проекте есть. Что касается безопасности, вот этот, давайте вопрос закроем, потому что постоянно спрашивают про аудит. Аудит необходимо проводить тогда, когда смарт-контракт не распределительный, как у нас, а накопительный, когда какое-то время долгое, деньги, вот как бывает, знаете, в холде находятся, есть такие смарты, когда деньги загоняются и через какое-то время только начинают выплачиваться. То есть холдятся деньги, и там балансы в смарт-контракте становятся вообще просто огромными. И если в них есть лазейка, если есть, ну, так написано, что можно туда проникнуть и забрать эти деньги, просто оставить всех людей без средств. Вот таким смарт-контрактам аудиты нужны позарез. Но поскольку у нас накопительная, распределительная система, а не накопительная, она работает очень просто. В моменте, вот любая сумма, которая поступает в смарт-контракт, в моменте на 100% распределяется либо по кошелькам, либо вот она лежит на смарте, ждет нуля часов, либо 12 часов, это центрального времени для распределения бинара, или нуля часов, раз в сутки распределяются два пула, лидерский и профессиональный. И вот эта сумма, она достаточно невелика. 80, 100, там 150, в зависимости от B&B, в зависимости от того, как сеть поработала. Вот, и поэтому взрывать такой проект, ну, кому он нужно, да? Если бы разрабы захотели построить, ну, создать смарт-контракт для мошеннических целей, для того, чтобы кинуть, поверьте мне, распределительный смарт бы просто не писали. Такой сложный, такой дорогой, такой многострочный, со сложными маркетинговыми хитроспретениями, это просто ни к чему. Потому что можно было наваять, сейчас много кто пишет смарты, можно было наваять за очень недорого и нацуревать бабла, да, и втикнуть. Поэтому здесь, вот этот момент, вы должны обязательно понимать, что если мы говорим о смартах, то распределительные, они наиболее безопасные, вот наиболее. Поэтому можно спокойно людям говорить, никто ваши деньги здесь не украдет. Вот, и, да, и второй момент, то есть, если мы говорим о, значит, о закрытии боли, да, вот мы боли человека, безопасно за свои деньги. И второй момент, мы показываем плюшки. А плюшки тут здесь такие, что если мы немного хотя бы поднимем попы, шевельнемся и начнем немного заниматься дубликацией, да, то есть, хотя бы по 2-3 человека пригласить таких движовых, которые тоже хотя бы по 2-3 человека, вознаграждение такое, какое не снилось ни в одном, ни бинарном, ни матричном проекте. Потому что здесь, ну реально, поскольку все 100% уходят в сеть, не 30, не 40, не даже не 50, а 100%. Поэтому мы в разы видим, в разы видим выхлоп такой, что когда у нас команды, даже 300 человек нет, а доход за эти 10 дней уже превысил 4 тысячи долларов. То есть сравним с проектами, в которых надо не одну тысячу человек пригласить, чтобы такой доход получить. Вот, поэтому, когда вы говорите, представляете проект, это я вам даю такую, ну как бы, помощь, когда вы представляете проект, закрывайте эти две позиции у человека. Боязнь за свои деньги и желание заработать деньги, то есть вот иметь больше. Вот покажите эти два момента. Вот. Все. Да, Ален, супер примечание и примечание, да, отлично вообще. Я думаю, что это прям спич, который нужно всем заучить, да и все. Так, значит, следующий момент и нюанс. Наверное, перейдем уже к бинару, а потом уже ответы на вопросы, которые люди оставляли в файле Google Doc. Так, я первый раз буду делиться и не знаю, честно сказать, получится. Нет, я в Zoom комнате привык работать, а здесь еще пока не непонятно. Сейчас я попробую поделиться экраном. Так, ссылка изменить название. Где эта штука поделиться экраном? Кто-нибудь видит? Лен, ты видишь? Только что была трансляция. Да, три точки, левый верхний угол, трансляция, экран. Фехи. Выглядит его нету? А вот, да, вот нашел. Так. Так. Еще раз напоминаю, да, у нас вход через Metamask. Желательно, да, друзья, через Metamask. Кстати, вот вывод пришел, который запрашивал. И, наверное, да, я хотел еще такой момент подметить, друзья. На всякий случай имейте ряд кошельков, перегоняйте с Metamask на TrustWallet или на какие-то другие сторонние кошельки тоже. То есть не копите денежки в одной кассе. Вот, смотрите, друзья. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание конкретно на вот эту штуку и, может быть, вас смотивировать. И вы там самостоятельно смотивируетесь. Именно на что? Сейчас, секунду. Вот, смотрите. Это доход за 11 дней. Да, вы видите его. Из них можно вычесть, получается. Я зашел всего на 1 BNB. То есть это у меня сейчас 22 BNB с копейками. Это реинвест. Их можно отнять от выводов и получить ту сумму, которую я уже вывел на кошелек. То есть мне пришло. И, кстати, очень интересный момент. У меня ни одной транзакции не подвисло. Не знаю, может быть, везет так. Но были какие-то транзакции, которые даже опережали. Опережали. Одна транзакция, например, подвисла. Но потом она в любом случае приходила. И я всегда проверяю эти транзакции и смотрю их в Binance Scan. Я их не смотрю на кошельке. А только в Binance Scan. У меня прям вкладочка. Я эту вкладочку себе заполнил конкретно в Браузере. Максим, 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 сори, сори, пожалуйста. Я просто не могу просто промолчать. Ребята, только что Макс показал, что он за 11 дней работы в проекте заработал 30 долларов. Вот просто. Я не знаю, вы это все увидели или не увидели. Отминусовать от 71 BNB, которым получил вознаграждение, депозит, который у него там лежит. У него получается около 50 BNB. Это около 30 тысяч долларов. И вот как здесь не работать? Вот я не понимаю, как тут лениться, когда это просто золотое дно. Все, прошу прощения за эмоцию. Да, спасибо, Лен. И на самом-то деле вот это вот меня больше всего интересует. А именно попасть вот в этот Pool Income 2. Почему? Потому что чем больше... Смотрите, очень интересная китайская философия в этом проекте присутствует. Она реально интересная. Почему? Потому что вот такие вот виды пулов, которые распределяются. И да еще мало того, что чем больше все движение всей системы, тем больше, естественно, там капитализация, тем больше доходов. Я не успел, конечно же, к сожалению, попасть к разбору 120 BNB, которое здесь было в этом пуле. Но ничего страшного. Я понимаю, что чем больше нас становится, тем больше по объему этот будет пул. И мы здесь видим... Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это четыре красных прямоугольника, которые вот так вот находятся. То есть здесь сейчас находится один человек, который забрал то, что накопилось. И он их делит пополам, получается. Он их делит пополам. И самое интересное, и здесь это то, что вот еще один дополнительный пассив. Если вдруг у вас амбиции довольно-таки сильные, вы сами по себе по натуре лидер. И вы говорите, ребят, даже ваш личный приглашенному, вы говорите вашему личному приглашенному, что я, когда выйду вот в этот пул, да, я буду тебе каждый день насыпать денег. Каждый день я тебе буду насыпать денег. Почему? Потому что распределение вот этих людей, которые находятся в этом пуле, делится таким вот образом. То есть то количество участников, которые в пул попало, но то количество BNB, которое здесь будет, делится между ними всеми в равных пропорциях. И эта равная пропорция делится пополам еще раз. И вот это пополам, то есть спонсор, который сюда попал, лидер, он ее забирает себе на кошелек, опять кормит систему 30 на 70, 30 в систему 70 на вывод. А другую свою половинку он делит между своими лично приглашенными партнерами. Вы вдумайтесь только. То есть опять-таки идет распределение средств сверху вниз. Ну, я не помню таких вообще проектов, в принципе, таких маркетингов. Дальше. Вот этот вот оплайн бонус, да. Это штука интересная, но если здесь реально вы попадаете в эту цепочку оплайнеров, то это здорово, если у вас там вверху находится какой-нибудь лидер, который будет нормально зарабатывать и выводить. Если же лидеров там нет, то у меня только вот я вижу одного человека, это через меня там, через строчку, видите, 3,26 у него. То есть это человек, который там работает, я помню, что у него было 0,5, и вот он потихоньку-потихоньку накручивает свой баланс. Ну и, соответственно, выводит. Что-то от него мне, естественно, прилетает. Теперь важная часть, друзья. Когда вы знакомитесь с проектом любого человека, вы обязательно покажите или сделайте экскурс своего личного кабинета. Или просто хотя бы скиньте видео, которое есть уже записанное, просто передайте ему, скажите, вот здесь вот посмотри, пожалуйста, что здесь есть. А здесь есть такая штука, left-right, вот она, видите, вот она. То есть это мы бинар расставляем людей влево-вправо, вправо-влево. Где написано not applicable, то это говорит о том, что это автомат. Работает он по другому, по такому принципу. Два влево, два вправо, два лево, два вправо. Вот так эта штука работает. Ее обязательно нужно утвердить, то есть кликнуть сабмит. И тогда получится, что человек у вас, люди, которых вы ставите, они пойдут, допустим, влево. Или там нужно вам нарастить ножку вправо. Обязательно через сабмит. Вот. А для тех ребят, у которых есть свои каналы или там какие-то, имеется в виду, YouTube каналы, или просто телеграм-каналы, ведет свою группу. Для них как раз-таки вот эта автоматическая ссылочка самое то. То есть они будут в них, люди зарегистрироваться по два человека, лево-право, лево-право, друг под друга. То есть метод перелива тут есть. Вот. Ссылка регистрационный и адрес контракта. Видите адрес контракта? Вот вы его можете, в принципе, скопировать, вставить его в Binance Smart Chain. Дальше смотрите, друзья. Дальше мы заходим в детали. И вот этот, на что я хотел обратить ваше внимание. На что я хотел обратить ваше внимание. Это на такую вот, вот такую вот. Вот она. Смотрите. Друзья, здесь мы видим, что и отслеживаем, что свои объемы, объемы в левой ветке. Они учитываются, и это ваши лично приглашенные, это люди людей и так далее. То есть мы видим, смотрите, что здесь Total Right Point, это общий объем, например, моей правой ноги. У меня спонсорская ножка, у меня левая. Но вы видите, у меня внутренняя нога, она моя внутренняя нога. Я сейчас на бинаре покажу, что это такое внутреннее, что такое наружное. Запомни, что у меня левая, это спонсорская. А спонсорская, она у меня немножко хромает. Видите, то есть здесь 329 деньги. И людей слева 244, 560 справа. То есть для тех ребят, которые здесь присутствуют сейчас на АМИ, я знаю их потенциал, я знаю их возможности. То есть нету даже тысячи человек, а вы видите доходы. Вы представляете, какой объем денег вас ждет, если у вас будет 2000 человек в команде. Вы просто вдумайтесь, просто, ну, вдумайтесь. Вот я не то, что призываю, я кричу о том, что, ребят, просто здесь нужно сейчас бросить все и начать копать. Просто копать, не останавливаясь, копать, 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 копать. И вот смотрите, самая фишка в чем? В том, что здесь слева, вы видите, вот 1973 BNB написано. Это 1973 BNB за, сейчас скажу, с 3 часов до 8, за 5 часов. Вот этот объем, с которого мне прилетит доход. А доходы по бинару у нас исчисляются очень интереснейшим образом. Написано, что 8%, а бывает такое, что и 23% с меньшей ноги. Бывает и такое, что 23, и 15, и 19%. Вот с этого объема мне в 3 часа ночи по Москве прилетит, ну, еще сколько накопится. Это реинвесты, я сразу хочу сказать, что есть реинвесты, это новые пополнения. Это вот все вот учитывается в этот объем. И люди когда будут делать, опять, приглашать новых людей, тебе будут покупать пакеты, либо просто делать реинвестицию, они всегда будут у вас фиксироваться. У вас каждые 12 часов будет приходить день. Каждые 12 часов вам будет прилетать BNB. Вы поймите только вот этот важный момент, что это такое вообще, это просто космос. И дальше давайте посмотрим, я вам покажу статистику, такую небольшую статистику. Вот она, это крайняя статистика сегодняшнего дневного распределения. 57 BNB, общее суммарное количество BNB, которое было за 12 часов в меньших ногах всей структуры в целом. И здесь мы вот дальше видим, смотрите, друзья, вот зачисление. То есть мой объем был 25 BNB, здесь видите, что мне полагалось. То есть видно, да, 5,98. Эти 5,98 я, естественно, вывел вот таким вот образом. Сейчас, секундочку. Вот, сейчас, вот оно. Видно, да, то есть, ну, 5,98, там еще что-то прилетело. Шафл планы 6 BNB я вывел. Вот в 3 часа дня 4 мне пришло на кошелечек, 1,71 я накормил опять систему. Я опять накормил систему. И так далее. То есть вот я хочу обратить ваше внимание вот на этот теперь скрин. Друзья, шафл бонус хорошо. Аплайн бонус тоже хорошо. Это просто мотивация, как бы, для не особо активных. Те, кто активны, посмотрите просто на матчинг бонус. Вы видите матчинг бонус? Вот где самые основные деньги. Теперь дальше смотрим, смотрим на бинар. Кто-то его увидеть будет первый раз в глазах, может быть, кто-то не первый раз в глазах, но я хочу вам показать нюанс. И смотрите, вот, вот мой, вот я, да. Я не работаю с золотыми треугольниками и так далее. То есть у меня нету там каких-то дополнительных аккаунтов, но если есть у вас желание, есть такая практика, есть такая возможность, то есть вы не надорьетесь, и вы можете работать тогда с золотым треугольником. Это значит, вы и два под собой аккаунта. И дальше вы развиваете двумя способами, то есть два, существует два вида работы. То есть это вы начинаете с верхнего аккаунта, берете свою реферальную ссылочку и начинаете раскачивать вот эти вот, видите, вот они, аплайны. Ой, это спилловеры. Вот они. Это один под одного, один под одного, один под одного, вот, друг под друга. И здесь также. Вот один под одного, а другой, не внутреннюю вот эту часть, вот внутреннюю часть. А вот именно по, ну, если вы представите, вот нарисуйте себе картиночку бинара, вы поймете, то есть внешние ножки ваши, вы их наращиваете, создаете, получается, объемы слева-справа, слева-справа. И потом только приступаете к развитию вот этих вот внутренних, вот если, давайте предположим, что вот это был бы следующий кошелечек, и я бы вот эту внутреннюю часть начал, начал бы раскачивать. Видно, да, вот эту внутреннюю. То есть я беру уже две ссылочку со второго своего кошелечка и начинаю работать с ними. Или вот эту вот ссылочку со второго кошелечка и начинаю работать опять вот на внутреннюю, на внутрянку, так называемую, да. Вот. Это первый случай, первый вариант. Второй вариант работы золотым треугольником, это когда вы находитесь наверху, забывайте, это пассивный аккаунт, он просто денежный, проще так, денежный мешок. Вы можете туда завести 0.5 BNB, минималку, как вы просто минималочку бросили, и все. А вот на нижние, на нижние завели по одному, например, BNB. Ну, и начинайте работать с двумя реферальными ссылками, с двумя реферальными ссылками, регулируя вот эти ножки между собой, и, соответственно, ну, когда регулируете эти ноги, просто смотрите балансы. И тогда, получается, вы зарабатываете и влево, и на левый кошелек, и на правый кошелек, и еще на верхний. Ну, то есть доход фактически там x3 будет. Да, но не всем это удается. Это в большинстве случаев удается партнерам, которые работают в бинарном маркетинге с продуктовой линейки, потому что там все медленно, все очень так с чувством, с толком, с расстановкой это все делается. Здесь нет, здесь нет такой возможности, нужно просто бомбить и все. Вот поэтому я не пользуюсь этим инструментом. Я думаю, что тут хватит денег и с одного аккаунта. Но кто умеет, тот пусть делает. Вот, мультиаккаунтик не запрещен. Теперь смотрите, друзья, опять техническая часть. Чтобы перейти в другой, этот частый вопрос возникает, чтобы перейти на другой кошелек. Вот здесь вот видите, да? Вот они кошелеки. Вот здесь можно создать новый счет. Вы его просто создаете. Вон еще один продублировался. Создали себе новый счет. И что нужно, что можно сделать? Например, если, чтобы сделать мультиаккаунтинг. Отсюда выйти, переместить, получается, с одного кошелечка на другой. Вот здесь вот аккаунт поменять. Вот, допустим, нулевой сейчас сделал. Он сейчас скажет, что меня не существует. Итак, вернусь назад. Браузер вот сюда. Вот домой я сейчас пойду. Он мне скажет, что такого кошелька нет. А, нет, это у меня один, тот кошелек. А, кстати, это тот кошелечек, который я записывал в видео на третий день. Вот видите, сколько у него уже тот полдепозит. То есть на пассиве. И сколько вывода. Я на 0,5 заводил его. Вот он, собственно, 0,5 практически у меня и вывелся. Вот. И вот так вот оно обменивается. Видите, да? То есть кошелечек. Внутри одного кошелька можно создать несколько счетов. И вот эти счета можно регулировать между, ну, внутри своей вот этой вот, своих своих кошелечков, внутри своей структуры. Вот. Так. Это я показал, это я рассказал. И, 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 наверное, здесь скорее всего. Ну, тот, кто не видел шахл план, друзья, вот посмотрите, вот так выглядит шахл план. Вот он, вот он, вот он, вот она, та комната, о которой мы говорили, вот она, визуализация. Новички, посмотрите, вот так оно у вас будет. То есть вот у меня сейчас новая, новая часть, так называемая. То есть новое заполнение. Он уже, кстати, схлопывался. Да. Вот. Теперь, значит, остановить экран. Остановили? Не остановили? Он остановился, да? Да, да, остановился. Да, то есть, вы, а вообще, была демонстрация? Нормально все прошло? Да, нормально. Сейчас все видим. Хорошо, спасибо, Лен, большое. То есть, вот, друзья, на что я хотел акцентировать ваше внимание, коллеги, на бинар. На бинар. Расставляйте людей по бинару правильно. Делайте так, чтобы у вас объемы шли в одну ногу, ножка в ножку, и будет вам, ну, реальное счастье. То есть, и я еще раз хотел бы просто-напросто сказать, что, коллеги, я знаю здесь многих, которые здесь присутствуют. Вы очень крутые сетевики. Вы реально с большой буквы сетевики, с большой буквы сетевики, как профессионалы имеются для сетевого маркетинга. Вы поймите, если это на 700, на 700 людях такой объем, сколько будет на тысячу, сколько будет на 7 тысячах? Вы представляете, какая доходность может быть у вас? Это, и она будет каждые 12 часов. Каждые 12 часов вы будете просто заниматься одним любимым делом, это выводом. Вот. Все. По бинару, я думаю, мы как бы пробежались. Да, Максимчик, можно я немножечко добавлю? Еще вот прям цифры чуть-чуть подрезюмирую, немногие понимают тоже расчеты бинара. Значит, бинар, мы запоминаем, вот один момент, что мы 40% у нас всего, что заходит, у нас распределяется именно в бинарную часть. Дальше она рассчитывается ни в коем случае, ни как 8% со слабой ноги, а просто берется весь объем монет, пришедших за 12 часов, берутся весь объем монет, которые выстроены у всех партнеров в левых ногах. Значит, 40% берется от объема зашедшего за эти 12 часов, делится на все вот это вот, весь объем в слабых ногах, вот таким образом вычисляется поинт. То есть вот это самый бинарный балл. И вот вы когда видите таблицу в деталях, да, в детализации, там поинты написаны, поинты. И именно не BNB-шки, а поинты. То есть всегда расчет берется в ваша слабая нога, то есть что у вас там по слабой ноге, вы видите в таблице, и умножается на эти поинты. И они, ну вот, вычисляют, которые вычисляются один раз в 12 часов. Поэтому у нас всегда разное начисление по бинару. У нас бывает и 26%, и 23%, и 12% было даже 5%, как-то было 9%, но чаще всего в районе 20%. От 20 до 26, вот, это больше всего такие циферки, они радуют. Это вот чтобы было понимание еще, почему здесь настолько большой доход, потому что, ну, я таких бинаров еще не видела, в которых закрываются вот более 20% по слабым ногам. Пушка вообще. Андрей, у тебя вопрос или там замечание или предложение? Давай. Андрей Керимов, говори. Да, 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 есть. Просто, Макс, если ты показал демонстрацию фран, да, то есть, ну, по поводу мотивации, очень хорошо для партнеров, когда 500 с одной стороны и 500 с другой стороны, это очень круто. То есть, получается, доходность делится между, 50%, ты понимаешь, да, для своей первой линии, правильно ты понимаешь? Да, с первой линии, с твоей. Ну, это очень круто, то есть, это, получается, еще один вид пассивного дохода, да, который идет сверху вниз, ну, это очень круто. Да, ну, это, ну, вот давайте предположим, что там будет 1000 BNB, вот 1000 BNB и там 10 человек, или там, ну, посчитай, сколько это будет, и сколько людям будет прилетать. Пополам просто дели, раздели на всех участников этого пула и раздели эту сумму потом пополам. Да, и раздели. По 50 BNB примерно. А? По 50 BNB получается, человек получит. Ну, представляешь, да? Да, это очень круто. 50 BNB. И 50% именно личникам, правильно? Она разлетается. Да, да, да. Вот тебе полагается. Ну, вот смотрите, да, у нас такая информация, ребят, смотрите, у нас такая информация. Но мы можем уже словить опять сложности перевода. Вот пока мы сами там не окажемся, пока мы на себе это не проверим, вот пока это гипотетически, вот так. Будем потом на себе. Да, по презентации именно так, а там дальше посмотрим, будем поглядеть. А там проверим, потому что Максу недолго, Максу недолго осталось, я уже сейчас видела, совсем скоро. Я думаю, максимум дня 3-4, и Максим уже там. Я думаю, мы в декабре все будем, ну, с тех, кто хочет. Сергей, вам слово. Да, вообще, это классная фраза, да, все там будем. Еще давайте вопросики, ребят. Сергей, Сергей. А, да нет, все, вопрос от Павли, все в порядке, спасибо. Хорошо, Валентина. Так, я нажимаю, почему-то сюда, со второго раза. Валентина. Валентина, я вам слово передал, уже микрофончик можете включить. Ну, хорошо. Так, давайте перейдем тогда к вопросам, которые у нас были в Google Доке. Сейчас, секундочку. Ну, да, если только, Максим, на них не было уже ответов. Да, я сейчас быстро покатаю, посмотрю. А я пока Артуру, ты пока смотришь, я Артуру дам слово, он еще тянет руку. Давай, давай. Да, Артур, говорите, пожалуйста. У меня вопрос вот как раз по бинару еще есть. Как отследить своих личников? Вот, я так понимаю, все, кто красненькими кругляшками, это личники. Мы тоже... Правильно? Артур, ну не всегда так это получается. Да, не так, не так все время. Вот что интересно. Поэтому личников своих отслеживают следующим образом. Просто их кошельки знают, и все, они себе больше ничего. Ну, такая рекомендация. А есть еще другой способ, более простой. Открываете таблицу в разделе «Двитализация», самую нижнюю таблицу. И вот там, где «Play, Right» вот это вот все написано, вы видите, сколько у вас total, то есть всего в левой ноге, например, и сколько у вас там реферал, и это значит ваши. И смотрите «Right, Total» — это вот всего людей, и рефералов лично ваших, там все видно. И как раз вы видите, сколько личников лево, сколько справа. Вот как раз-то сейчас я пока слушаю, я заодно зашел в детали, да, я посмотрел именно бинар и так далее, и в детализацию зашел. Спустился вниз, и я знаю, сколько у меня личников, да, но по факту у меня почему-то вот сегодня человека зарегистрировал, и я его почему-то не нашел именно сейчас в бинаре. Я его, ну, получается, человека оставил. И так таблицу нашли? Таблицу нашли? Я понял вопрос, я сейчас покажу. Я сейчас покажу, Артур. Вот этот момент, который многие почему-то недопонимают. Сейчас я его покажу. Хорошо? Давай. Смотрите, вопрос, я специально сделал демонстрацию экрана, потому что вопрос такого формата. Если человек накопил на реинвестах 5 BNB, то он попадает в пул всемирный, доходит до 10 BNB и оттуда вылетает. Да, все верно. И вот смотрите, здесь очень важная деталь, друзья. Вот человек, например, я не попал в этот всемирный пул распределения 5 BNB. Почему? Потому что я стартовал с одного BNB. В лидерский, Максим, в лидерский. Не путай людей, пожалуйста, в лидерский. Ну да, лидерский, ну да, лидерский. Это от 5 BNB, которые. Смотрите, когда я шел к этим вот, вот с этими реинвестами, но это не здесь, это другой кошелек, но не суть. Когда у меня вот Total Deposit, я зашел на 1 BNB, и... Да нет, надо все-таки тот показать, так неудобно будет. Сейчас, секунду. Потому что это будет сейчас путаница. Сейчас подгрузит тот кошелек домой. Почему? Почему так? Какой-то другой аккаунт, что ли? Вот, ну да. Так. Смотрите, когда я шел, вот у меня был 1 BNB на балансе, Total Bonus, видите? Ой, Total Bonus. Хом, хом. Сейчас, сейчас он грузит. Вот. Total Deposit, где написано, вот у меня был 1, и я пока шел, шел, шел к этим 5 BNB, вот тут вот, вот смотрите, друзья, вот тут вот, Total Income у меня было больше 10 BNB, и я тем самым не попал вот в этот вот Pool Income 1. Не попал, почему? Потому что я заработал эти 10 BNB с разных, с других программ, с других программ. Как только человек, если человек просто даже не двигается, а просто покупает пакет на 5 BNB, то вот этот вот смотрит он на Total Income, и когда здесь будет больше 10 BNB, а они у него могут быть с матчинг бонуса прийти, могут с шаффл плана прийти, с аплайна прилетать, и вот с этого тоже распределение. Когда будет здесь больше 10 BNB, он просто вылетает с этого распределения, и все. Он вылетает. Он как бы заработал свое уже, отбился. Вот. Вот это важный момент, который нужно учитывать, есть ли смысл, например, докупать пакет, делать апгрейд еще дополнительный. Что-то хотите добавить ли? Нет? Так. И теперь, и теперь смотрите к тому вопросу, который Артур задавал. Смотрите, друзья, когда мы смотрим свою структуру, вот смотрим свою структуру, здесь есть такая функция, многие ее почему-то не знают, потому что не бойтесь личного кабинета. Вы можете кликнуть на вот этот вот кошелечек, и у вас откроется ниже глубина. Кликнули еще на один кошелечек, у вас еще ниже открылась глубина. Кликнули на партнера, допустим, и так далее. То есть, вот таким вот образом, вот видно, да, его весь объем, сколько у него участников. Вот это не активно, видите? Ну, так, вот так, раз, вот, и дальше пошли. Вот видно, можно посмотреть его детали. Вот мы все детали видим, сколько у него слева, сколько у него справа. То есть, вот такой вот момент важный, чтобы вы, чтобы нашли, найти своего личника, кликаем просто на адрес кошелька, и он у вас раскроется. Хорошо? Ну, вот с этим-то у меня проблем нету, как бы тыкать, да? Вот я его просто было какое-то. Я знаю, сколько я личников пригласил, но по факту я одного, у меня один не отображается. Почему-то? Это точно не отображается. Ты глубину смотрел, куда дальше спускался? Да, я полностью проверил. Ну, сейчас. Не могу сказать, это нужно прям вот тебе самому разобраться, точно он тебе не попал. Или, может быть, он улетел куда-то к другому вообще, то есть, может, по другой ссылке зашел. Ну, тут... Они никуда не могут деться. Они все отображаются именно там. Ладно, еще раз проверю. Проверяй, да. Найдется. Артур, вы потом, если что, можете мне набрать, и через демонстрацию крана в Telegram мы можем с вами пройтись, посмотреть. Просто по самым закололочкам. Долго заседаем, давайте мы быстро еще там ряд вопросов пробежимся, и уже, потому что не все могут выдержать столько времени. Секундочку, друзья, сейчас посмотрю следующий. На 10 BNB я это уже ответил. Проект написан на смарт-контракте, это уже я ответил. Идет ли собственный реинвест в Binar? Любой реинвест идет во все, во все маркетинговые инструменты. Любой реинвест. Это то же самое. То есть, смотрите, независимо от того, покупает человек пакет, либо он делает реинвестицию, она делится таким образом. 40% у нас Binar, 40% шарфу план, 10% у нас уходит в upline бонус, и два раза по пять это уходит в лидерский и в топовый. Все 100%. Максим, о другом вопрос, о другом вопрос, именно собственный реинвест, входит ли в Binar или нет. Об этом вопрос. Да, я как бы, это надо пронаблюдать, потому что на сегодня я, когда реинвестила, по нулям у меня был Binar, у меня после моего реинвеста приходило, но надо убедиться в этом. Вот прям надо хорошо убедиться. Я тебе скажу, я убедился. Собственный реинвест засчитывается в Binar, но здесь смысл какой? Не свой? В какую ногу, в какую он ногу-то может встать? Вижу об этом. В какую ногу. Он засчитывается в общий Binar и твоему партнеру. В общий, да. То есть не тебе лично он засчитывается, а вообще он засчитывается в Binar и твоему вышестоящему. Окей. Ну, вопрос, если есть. Да-да-да, все верно. Вопросы, если есть, коллеги, задавайте. Давайте еще там 2-3 минутки и, наверное, завершаем. Полтора часа, а мы это уже круто. Ну все. Тогда в бой, друзья. Еще раз рад, что вы услышали за этот проект, что вы кто-то проникся уже, кто-то зарабатывает, кто-то зарабатывает уже много. И дай бог вам всем больших заходов. Почему? Потому что этот маркетинг, этот гибрид маркетингов позволяет это делать, друзья. Позволяет. Прямо вы видите, как это работает. И я хочу, что я на самом деле желаю вам к Новому году, чтобы все вышли вот в эти фавориты по 500 BNB. А на протяжении, по ходу к этим 500 BNB, имеется в виду 500-500, заработки будут приличные, друзья. Поэтому просто берите и делайте, копайте. Пока люди, людей и так далее не пригласили ваших же людей. Да. Спасибо большое, ребята, за сегодняшнее ваше активное участие. Надеюсь, встреча была для вас полезной. Пожалуйста, поделитесь своими, своей обратной связью в общем чате для того, чтобы мы могли смотивировать людей, которые здесь не были сегодня, прослушать, посмотреть запись. Поэтому обратную связь, пожалуйста, дайте в чате. Максим, Максим, Елена, спасибо за конференцию. Сейчас еще раз проверил. Красненьким он у меня действительно не горит. И он стоит в структуре. В общем, все нормально. Ну вот, замечательно. Прекрасно. А вот красненькие, они почему-то не работают. Наверное, скорее всего, у тебя больше десяти личников, да, Артур? Да. Всем доброй ночи. Скорее всего, больше десяти, они уже не подсвечиваются. Так что так. Всем, всем, всего доброго, всех благ, друзья. Спасибо большое, завершаем вам. Всем пока. Спасибо, всем пока, всем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.